Мы продолжаем серию репортажей, посвященных 75-летию атомной промышленности. В Нижегородской области находятся ключевые предприятия Росатома, обеспечивающие экономическую мощь и безопасность России. Это невозможно без использования передовых технологий, и их внедряют нижегородские атомщики. На ОКБМ Африкантов создан отдел аддитивных технологий. Это технология синтеза и послойного наращивания объектов. Нижегородские инженеры-атомщики следуют мировым технологическим тенденциям. На ОКБМ Африкантов создали целый отдел аддитивных технологий, эдакую лабораторию 3D-печати. Все сотрудники – настоящие энтузиасты. Создание отдела было их идеей, а прежде чем перейти к печати полезных технологических деталей, они тренировались на руках и сердце. Это наша отправная точка, поскольку в нашем отделе присутствуют в основном энтузиасты, которые начинали, естественно, как все 3D-печатники, сначала на домашних принтерах следовали эту технологию и дальше уже пытались внедрить у нас на предприятии. Также доказывали, что действительно оно имеет применение наравне со всеми классическими методами обработки. Аддитивные технологии очень быстро нашли применение на производстве. Мелкие детали, которые раньше вытачивали и делали из металла, теперь печатают на 3D-принтере из пластика. По функционалу и качеству разницы никакой, а вот по времени и стоимости огромная. Здесь производится печать технологического крепежа для оснастки, который потом пойдет для сборки насосов. До внедрения аддитивных технологий эта деталь, соответственно, изготавливалась на большом количестве оборудования. Это токарные, фрезерные станки. В нашем случае там уже сразу готовые изделия, которые будут нести те же самые функции, но при этом оно получается без остатков, которые входят в стружку. Сейчас инженеры печатают детали только из пластика, но в ближайших планах освоят печати из металла. В следующем году в отделе аддитивных технологий должны появиться две новые машины. Принтер SLM-печати, так называемое селективное лазерное плавление, на котором будут изготавливаться небольшие детали, но уже из титана, нержавеющей стали и машина для изготовления крупногабаритных изделий, например, больших рабочих колес диаметром до полутора метров.